Каждый шаг – это мерило успеха, который анализирует, изучает и старается повторить. И следующий наш спикер – не исключение. Свою успешную карьеру она начала еще в компании «Эдовестан». И вот уже более 10 лет продолжает строить успешный бизнес вместе с «Фоберлик». Она очень ответственная и трудоспособная, невероятно целеустремленная и любящая свое дело. Под бурные аплодисменты, дамы и господа, встречайся! Бриллиантный директор Нина Балыка! Привет, страна «Фоберлик!» Самые светлые, добрые, великие люди! У меня вот всех приветствует души! Меня зовут Алла Канина и я из города Прохладный. Так, а партий на Балкарии – это Северный Кавказ. Вот кто знает про Северный Кавказ? Поаплодируйте! У тебя столько лет! Спасибо вам! Вы знаете, для меня сегодня огромная честь стоять на этой сцене в юбилей. Представляете, я когда смотрела на людей, которые стоят на сцене раньше. Ну, Боже мой, какие они великие! Какие они небесегаемые! И сегодня для меня такая честь! Я очень волнуюсь, но я уверена, что это будет для вас советовать! Для меня «Фоберлик» – это вторая семья. Это… Вокруг меня столько вот великих, великолепных – это одно и то же, да? уникальных людей, огромное количество. Вы же понимаете, просто так люди сюда не подходят. И, конечно же, с неповторимыми бизнес-наставниками. Нам так повезло, в какой профессии есть наставники? Нет. А здесь есть. Вот пользуясь случаем, хочу поблагодарить моих наставников, я знаю, что есть. Здесь и Василия Васильевича Акимова, Татьяну Николаевну Акимову, Олечку Маргаруну, Олечку Тимофеевну, Сергею Маргаряну, конечно, Юрию Горьевну. Знаете, что это у нас здесь? Низкий вам поклон за ваше терпение, за ваше наставление и просто за то, что вы есть в нашей жизни. И нам очень повезло с наставниками, очень повезло, потому что именно они стали для меня мотивацией. Вы знаете, я когда смотрела на них и думала, статус гриантового директора, а поднимите руку, есть те, кто еще не в статусе гриантового директора? Вы будете обязательно, я секрет расскажу. И вот представьте, что я тут считала, вы считаете, что это просто, это досягаемо или нет? Да, ну здорово, значит все будут. Вы знаете, я считала, что это недосягаемо. Но где-то на душе я принимаю это решение. Я это сделала. Я никого особо не афишировала, но начала много работать. И мы с мужем на семейном контракте, мы приняли решение, что свои пять директоров в близлежащих городах мы их найдем. И работа закипела. Но так как у меня было три работы, это была четвертая работа, то у меня на эти пять городов был один день. Один. Мы приезжали в этот город, я расставала каталоги. Конечно же, проводила встречи, презентации, бизнес-встречи на лавочках. А кто же понимает, человек когда хочет, какая разница где, да? На лавочках, около памятника, вообще не важно. И сначала это было в автомобиле, потом снимали где-то офис на час. И уже потом, когда был лидер, мы открывали, конечно же, открывали офисы. И я в день раздавала столько того. А потом я вчера, после работы, после всех домашних, просто обзванивала. Контакты новые, с кем встречаться опять в тот единственный день. Ну, как вы думаете, директора выросли? Конечно, да. Теперь во всех этих городах, конечно, и старших директора, и директора, все получилось. Но директора – это хорошо. Лидера найти – это хорошо. Но нужно же помочь ему вырасти. И спросите, ну как это помочь вообще, да? Ну, создала систему обучения. Написала три обучающие книги. Хоть от консультанта до директора. Как разобраться в себе иначе действовать. И бизнес-система под ключ. Ну, вроде как все хорошо. И кажется, ну что тут? Ну, я ж так горю. И они тоже должны хотеть, как я. А так бывает? Нет. И вы знаете, я сначала думала, что этот бизнес такой простой. Он для всех. Ну, каждый же сможет. И так хотелось вот вытащить всех вот сюда, на эту платформу. Но это после течения времени я поняла, что этот бизнес простой, но он не для всех. Да, здесь не важно, какое образование у вас. Не важно же? Вообще не важно. Не важно, сколько вам лет. Вообще не важно. Но важно быть человеком. И очень важно в нашем бизнесе – это карьерный рост, личностный рост. «Как личность не растешь, в карьере не вырастешь». Согласны? Согласны. Люди на кого идут? На людей. Да. Я говорю, нужно быть человеком. И слышать, как это так? Ну, что значит человек? Ну, это он все понимает. Как это так? И еще очень важно. Я недавно услышала эту фразу. Она, может, не очень красивая, но она такая точная. Каждому нужно выгрести определенную долю труда. Причем каждому свою. И просто это заслужить. Согласны? Ведь людей сколько, а здесь нас всего немного. И, конечно, ведь не секрет, что только в нашем бизнесе можно достичь высоких высот, реализовать все свои планы. Только в нашем бизнесе. Только в нашем. У меня было две работы. У меня есть чем сравнить. И федеральная служба. Есть чем сравнить. Только в нас. И, конечно же, после того, когда определялись лидеры, естественно, я с ними начинала работать по колесу баланса жизни. Потому что я понимаю, наш бизнес... То есть я когда работала руководителем федеральной службы, это бумаги, это так узкое, это так неинтересно, это так... Иногда прям, ну вот прям неприятно. А здесь так классно. Поэтому, конечно, по колесу баланса жизни, чтобы каждый человек увидел, к чему можно прийти благодаря нашему бизнесу. Мы рисовали колесо, все сферы жизни. Определяли в каждой сфере, где нужно подтянуть, да, то есть точки роста. И, конечно же, что нужно для этого делать. Сегодня я тоже об этом говорила. Конечно, мы разбирались, где брать время. Потому что все начинают... Когда люди начинают говорить... Ой, у меня же работа, говорю, у меня три девочки. Ну вы о чем? Вы мне это не говорите, да? Что вы мне это говорите? Я знаю, что три работы и четыре не важно. Если ты хочешь, у тебя есть цель, ты этого достигнешь. И мы разбирали по колесу. То есть что нужно сделать для того, чтобы во всех сферах стало лучше? Где найти время? Как быть в ресурсе? Важно? Важно, да? То есть что нужно знать, чтобы стать экспертом? Не просто... В любой профессии нужно стать экспертом. Тогда за тобой люди пойдут. И самое главное, каким нужно стать, чтобы все получилось. Проходим обучение. И при достижении лидером... И при достижении бизнес-партнером квалификации лидер, мы составляем новое колесо баланса, но уже и бизнеса. То есть насколько он научился ставить финансовые цели, цели на каталог, цели на год, цели на день. То есть умеет ли продавать, умеет ли проводить бизнес-встречи, рекрутировать и так дальше. То есть насколько он активно посещает все мероприятия. Важно? Важно. То есть насколько он научился отключать страх, отключать оправдания, лень. Они никому не нужны, никому не нужны. Если он их не умеет отключать, то бизнеса не будет. И еще очень важно, насколько велика, насколько выросла уверенность в себе, в бизнесе, в индустрии и в компании. Более подробно я об этом, кстати, рассказываю на образовательной платформе компании «Колесо бизнес-баланс». Конечно, благодаря бизнесу все, о чем я мечтала, все сбылось. И квартира, и красивая машина, которую я очень люблю, да, это признание, это путешествие потрясающее. Я раньше даже не мечтала, это же страшно было мечтать. Когда у меня было три работы, у меня не было ни выходных, в общем, да. И когда меня спрашивали «Ты была за границей?» Я говорю «Нет, я патриот, не стыдно мозг, три работы, денег-то нету». И благодаря компании такие поездки, потрясающе просто. Да, мир изменился, и ты просто становишься счастливым. Еще вокруг тебя огромное количество людей, которые искренне говорят тебе слова благодарности за то, что ты есть в их жизни. Представляете, да? То есть, вот это счастье, ты становишься сам счастливым. А когда ты становишься счастливым, это смысл всей жизни. Стать счастливым. А когда мы еще помогаем сотням людей подняться и выйти на твой уровень. Вы понимаете, да, те, у кого есть директора? Какое счастье, когда они становятся директорами? Радости у кого больше? У нас. Конечно. Да, мы это сделали. То есть, чем больше директоров, тем больше у нас энергии появляется, тем больше мы счастья получаем. Наш бизнес, он не такой легкий, да? Не так быстро все строится, как хотелось бы. Согласны со мной, да? Не так хотелось бы прям быстро, но не так быстро получается. Это всего лишь путь, путь и путь. Но по нему, по этому пути нужно пройти прямо и без кореваний. И испытать этот путь до тех пор, пока не получится. Вы знаете, как обычно бывает. Пришел человек один раз – не получилось, два – не получилось, три – не получилось. Что говорит? Не мое. Да? Да? Вот. А ученых, вы знаете, что они знают, что из десяти попыток только вот десятое будет успешным. И когда они начинают что-то внедрять, они делают одну попытку, вторую, и вот восьмая попытка, у них уже азарт появляется. Они начинают делать, вот прикладывать усилия в два раза больше. Сила. Успеха, помните? Понимаете в чем, да? То есть не раз, два, три и свалились, да? А раз, два, три, восемь, девять, десять, и уже тогда точно получится. И вот этот азарт, азарт, его нужно сохранить. До той попытки пока не получится. И ни в коем случае не расслабляться. Ну, все говорят, что надо строить бизнес, надо отдыхать. Ну, да. А я вам сейчас по секрету одну вещь скажу. Я недавно услышала и говорила. Не отдыхайте в середине пути. Отдыхайте в конце. У вас потом будет время отдохнуть. А пока не расслабляйтесь. И если у вас есть цель, пожертвуйте всем ради этой цели и придите к результату. И вы будете потом самой счастливой на свете. Я вам обещаю. Я это знаю. Так и есть. И в этот праздничный день я хочу пожелать вам, да, еще хочу сказать, что самое главное, что мы проходим длинный путь вместе с Вберликом. Вся наша жизнь проликана, будет до конца наших дней. Но самое главное у этого пути есть сердце. Согласны? Это самое главное. И этот путь дает нам силу. Нам силу жить, творить, мечтать, желать, хотеть и исполнять. И в этот потрясающий день сегодня я хочу пожелать вам удачи. А вы знаете, что удача приглашает лишь тех, в ней удача танцует лишь тем, кто ее приглашает. Так я желаю вам сегодня. Приглашайте свою удачу. Танцуйте. Будьте счастливы. И будьте все, о чем вы мечтаете, сбудете вместе в Вберлик. Здравствуйте! Дмитрий С